Вчера мы обещали экскурсию по дому с привидениями, и сейчас она будет. Бонусом покажем живую ведьму, которая вызывает духом. Всё это, конечно же, не просто так. 7 октября в Москве состоится премьера мюзикла «Привидения» по мотивам легендарного фильма. Вместо Патрика Суэйзи в мюзикле появится Павел Левкин, а вместо Дэми Мур – Галина Безрук. Искать призраков с актёрами в Америку поехал Евгений Деячков. Боялся, плакал, но мы его туда всё-таки вытолкали. Это самый известный в Америке дом с привидениями. Раньше здесь было прибежище для психов и алкоголиков. Случился пожар, многие погибли, и теперь, по слухам, гуляют здесь толпами. В здании есть столовая. В столовой – сцена. На сцене – гроб. Наши главные герои на крышке подписали бумагу, что сами отвечают за свою жизнь. Жутковато. Надгробье холодное. Не жарко там человеку. В других помещениях света почти нет и летают мыши. А в морге на плечиках висит пиджак. Когда приходят призраки, он крутится. В морге смотрительница дома Шэрон Фарли попросила Пашу разыграть странную сценку. Паша не хотел, но Шэрон победила. Не лезьте меня! Я прошу! Я живой! Не надо! Кто здесь есть? Пожалуйста, помогите! Он умирает! Он умирает! Нормально. Позже Галя спела колыбельную мертвому мальчику Джеку. Он тоже тут живет. По слухам, Джек может спеть последнее слово. Спят твои соседи, белые медведи, спи скорее. Джек ничего не спел. Мы не расстроились. И как настоящие охотники за привидениями, двинулись дальше. В коридорах мелькали какие-то тени. Шэрон что-то рассказывала. Мы потом осветлили фотографию, и вы можете увидеть огромную черную массу. Это может быть дух Роя. Рой страдал гигантизмом. В 12 лет он достигал роста 2 метра с лишним. В этом доме снималась американская история ужасов. За прогулку по нему берут 600 с лишним долларов за десятерых. Подводим итог. Ну... Кай, ну хорош, скажи правду. Мы убедились, привидений нет. Все. Ну, не существует просто их. Это понятно, что все подстраивается. Сотрудниками тебя пытается. Марго? Ну вот где-то здесь, в штате Коннектикут, где-то посреди леса живет главная волшебница США Белинда Синклер. И сейчас мы пойдем прямо к ней домой. Белинда – подруга Кейт Уинслет. Звезды Титаника, правда, в этот момент в доме не было. Волшебница развлекала нас фокусами. Вот, например, Галя захотела вызвать дух Майкла Джексона, написала его имя на карте, и кто-то невидимый вытянул эту карту из колоды. Был еще один фокус. Белинда попросила ребят зажать между ладонями две случайно выбранные карты. Карта стала единой. И трюк на десерт. Чисто посмеяться. В какой руке шарик? Подводим итоги. Больше всего актерам привидения понравился фокус с двойной картой. Это будет талисман мюзикла. Мы его возьмем, пусть он будет в Москве. Вот Галла написана. Вот Павел. Она прям одиночная, то есть она никакая не склеена. А было две. Она не склеена? Нет, мы проверяли. Она, это реальная, это реальная карта, не склеенная, то есть абсолютно... И почерк мой. Позже мы поехали в нью-йоркский салон Белинды, и там в лоб спросили, верит ли она в привидения. Оказалось, еще с детства. Моя испаноязычная бабушка в детстве говорила, кукобьене, это какой-то дух, призрак. Я ночью просыпалась и искала под кроватью кука. Забыли уточнить, что Белинда запретила снимать ее фотографию с Кейт Уинслет под угрозой наведения порчи Евгеньев. Дьячков, Станислав Юдаков. Новости пятницы.